Аплодисменты Добрый вечер всем. Добрый вечер, Елена. Я знаю, что вы только что со съемок устали. Рассказывайте, что за съемки. Да нет, наоборот, под впечатлением, с новыми эмоциями. Съемки были в серьезном кино, розыск, НТВ. Второй сезон уже идет. Если второй сезон начинается, это всегда серьезное кино. И пригласили меня на роль там такой серьезной. Все драматично должно было быть. Но режиссер впечатлился как-то. Ему захотелось вставить комичные какие-то вещи. Чтобы я бегала, кричала. Господи, пока я в тебя позвоню. Кого вы играете в этом сериале? У меня была роль в серии. Главная. Одна из главных. Но как бы стандартно. В розыске что бывает. Бандиты, убийцы, милиция. Я никогда не был в розыске. Я не знаю, что бывает в розыске, поэтому я у вас спрашиваю. Ну, по названию могли бы догадаться. Самые сложные роли в кино. Вы можете назвать какие-то самые сложные роли, которые вам приходилось играть, самые легкие? Какие роли вам нравятся играть, какие нет? На самом деле, интересно играть все роли. Потому что, особенно те, которых ты себе даже не представляешь. Почему-то постоянно меня подводят к комическим ролям. И последний раз, вот буквально неделю назад, меня просили петь детскую очень песню какую-то. Я играла ведущую каникул в Мексике, должна была сыграть. Вот, типа, Жанна Фриске оказалась недостаточно сексуальной. И поэтому мы позвали Елену Берку. Я, наверное, продемонстрирую, потому что это как-то рассказать невозможно. Давайте, пойте, конечно, эту песню. Друзья, внимание на телеканале «Дождь». А, может быть, спросите. А, какая замечательная рыбка. Вот я должна была сделать там так. Кто проживает у меня на вилле? Так обычно Жанна Фриске себя и ведет. Да, да, да. Спасибо. Довольно короткая песня, надо заметить. Ну, там еще какой-то был танец маленьких утят и что-то в этом роде. А текст, судя по всему... То есть я ожидала всего, чего угодно, что могли от меня попросить, но никак не вот это. Текст, судя по всему, Владимира Вишневского. А текст составляли в процессе. Почему-то ему вот так захотелось, чтобы я это спела. Ну, хорошо. Когда я готовился к интервью, мне нужно было кое-что о вас узнать. Я зашел на вашу страничку. В интернет. В интернет, да. По кабелю. Там огромное количество информации у вас. Вы диджей, вы актриса, вы фотомодель, вы телеведущая. Кто вы, Елена Беркова? Расскажите нам. Ну, на самом деле, на сегодняшний день Елена Беркова – это уже бренд состоявшийся. И больше всего идет предложение на использование имени для создания сети магазинов, сеть клубов, предлагали недавно. Игрушки какие-то создать под моим именем. Что за игрушки? Что за игрушки? Как вам сказать, разные. Зайчики, мишки. Куклы. Куклы. Интернет-игрушки. Дети смогут играть в эти куклы? Ну, вот когда мы договоримся, потом посмотрим. Что за магазин? Интернет, опять же, игрушки. Интернет-игрушки, интернет-игрушки. Я только в футбольный менеджер играл просто в интернете. Ну, вот вы играете в Елену Беркову. А уже есть такая игра? Уже есть такая игра, да? Да, сейчас создается. Мы уже договорились с компанией. И что нужно делать в этой игре? Ну, скажем, я вечером прихожу домой после работы, и у меня непреодолимое желание поиграть в игру, которая так и называется Елена Беркова, да? Я правильно понимаю? Да. Так. И вы играете. И я играю. Хорошо. Давайте лучше вернемся к актерскому вашему амплуа. Есть какие-то актрисы, на которых вы равняетесь? Актрисы, которые стали для вас примером? Актрисы, на которых вы хотели бы быть похожи или наоборот не хотели бы? На самом деле кумиров у меня нет. Ну, я в своей жизни, наверное, учусь в ситуациях каких-то брать эмоции для актерского мастерства. Где-то надо сказать «мне так больно», где-то надо улыбаться там, где не хочется улыбаться. И из этих вещей ты как бы… мы же все актеры в жизни, где-то приходится нам эмоционировать там, где нам не хочется. И поэтому берется в основном из жизни, но есть многие люди, которыми я восхищаюсь. Как это звучит? Эмоционировать. Роман. У вас давно не было. Интервью. Да. Я так понимаю, что любимых актрис у вас нет? Есть люди, которыми я восхищаюсь. Мне очень нравится Судиловская. Есть те, кем я просто восхищаюсь личным своим восприятием. Вы недавно снимались в фильме на одной площадке. Насколько я помню, вы снимались с Дмитрием Нагиевым. Это фильм «Территория Джа». Да. Нагиев – классический герой-любовник, красавец. Для вас вообще допустима ситуация романа на съемочной площадке? Вы можете себе представить, что вы влюбляетесь в актера на съемочной площадке? Да нет, ну что вы, на съемочной площадке романы – это очень невидимично. Как можно устоять, когда рядом с вами Нагиев? На самом деле мы с Нагиевым не встречались на площадке. Фильмы же в наше время снимаются в основном с помощью графики. А я вам расскажу. Выкладывайте, выкладывайте все. Когда? Это много лет назад. Я снималась у него в окнах. И вот тогда он был для меня кумиром и секс-символом. А сейчас вы для него кумир и секс-символ? Ну, возможно. Вы не чувствуете, что то, что у вас нет актерского образования, это как-то мешает вам? Мешает, не мешает? Чувствуете ли вы какой-то дискомфорт по этому поводу? Вы знаете, у меня большой актерский опыт. Так? Я не знаю. Ну, если бы мне... Я так решила, что тратить пять лет на образование уже поздно. Лучше я позанимаюсь с преподавателем, если мне почувствую, что чего-то не хватает. С частным. Ну, а если понадобится образование где-то, то куплю диплом. Ну, как-то вот так банально я помыслила. Дипломы ГИТИСа или МХАТа вы собираетесь приобрести? Какой понадобится? А какой понадобится? Ну, пока не понадобилось. Вот, видите, все складывается нормально. Давайте представим, что Елена Беркова поступает в Щукинское училище. А я понимаю, что вас взяли бы без экзаменов. Но все же какая-то формальность. Комиссия иногда женщины. Хотя женщины меня тоже очень любят. Вот, давайте женщинам. Сейчас я бы хотел, чтобы все мужчины отошли от экрана. А я думаю, многие уже отошли. Итак, Елена Беркова. Басня. Уж сколько раз твердили миру, что лезть гнусна, вредна, да только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Забыла. А я думаю, вам бы... Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было. Совсем уж собралась. Да позадумалась. А сыр во рту удержала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лесу остановил. Лисица видит сыр. Лисица сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом. С вороный глаз не сводит. И говорит так сладко. Чуть дыша. Голубушка, как хороша. Какие перышки. О, какой носок. И верно ангельский должно быть голосок. Спой, Светик, не стыдись. Коль ежели сестрица при красоте такой. И петь ты, мастерица, Ты бы у нас была царь-птица. Вещу не наспахвал скружи. Ну да. Остановите меня. Я думаю, это сложно. Ну да, я закончила. Слушайте. Как это было прекрасно. Я лично увлекающаяся. Значит, ну не могу никогда кончить. Столько известных басен. Почему вы выбрали самую неизвестную? Вы знаете, я читаю эту басню ребенку. Вы читаете басню? Она больше всего ему понравилась, да. Поэтому она мне первая пришла на ум. Я уверен, что вас взяли бы без экзаменов. Давайте поговорим еще о каких-то ваших других амплуа. Вы ведь еще и диджей. Вы бываете за катушками. За юнилами. Скажите, как вас встречает публика, когда вы появляетесь на вечеринке? Вы знаете, прекрасно встречает публика. Причем и женщины, и мужчины, как я уже говорила. Недавно, не недавно, несколько раз уже говорили, Елена, мы выросли на ваших фильмах. Это очень приятно, на самом деле. Ну, правда. У нас сегодня второй гость, это говорит. Да. Там был немного другой фильм. Самой малостью. А расскажите о гастролях. Что это? Долго лететь, там, не спать. Потом репетиции. Потом, собственно, неинтересное выступление. Да. И потом опять долго лететь. Да, да, именно так. Спать. Ну, а сейчас вы скорее Елена Прекрасная или Елена Премудрая? Я вам отвечу. Этот момент люди будут пересматривать очень долго. Я отвечу вам афоризмом. Так. Елена Прекрасная после первого бокала шампанского становится Еленой Премудрой, после второго становится Еленой Прикольной, а после третьего лягушка-путешественница. Я пошла. Друзья, у нас в гостях была Елена Беркова. Спасибо, что пришли. Не уходите. Мне кажется, вас невозможно отпустить. Не отпускайте меня. Я думаю, это интервью будет длиться порядка шести часов. То ли еще было. Я чего-то не помню. Вы понимаете, что моя супруга смотрит эту программу? Я вам о том, что интервью бывает дольше, я сама работала ведущей, знаю, что бывают такие интересные истории, можно подольше пообщаться. Друзья, сегодня у нас в гостях была великолепная Елена Беркова. Друзья, сегодня у нас в гостях была великолепная Елена Беркова. Друзья, сегодня у нас в гостях была великолепная Елена Беркова. Друзья, сегодня у нас в гостях была великолепная Елена Беркова. Друзья, сегодня у нас в гостях была великолепная Елена Беркова. Друзья, сегодня у нас в гостях была великолепная Елена Беркова. Друзья, сегодня у нас в гостях была великолепная Елена Беркова. Друзья, сегодня у нас в гостях была великолепная Елена Беркова. Продолжение следует...